Крым, осада, большинство украинских военных частей блокируются российскими военными, но оружие никто не сложил. Тем временем на выезде с полуострова войска РФ уже строят укрепления. Мы хотим по этой теме поговорить. Совсем недавно мы были в этой воинской части. Дмитрий Делитицкий, командир части украинского морпеха, нас любезно напустил на территорию. И сейчас вот, собственно, боец этой части, Андрей, нам сейчас расскажет, что там происходит. И действительно ли никто не сложил оружие, ну, поговорим. Андрей, вы его первый раз видели в касте с автоматом, он стоял на контрольно-пропускном пункте этой части. Сейчас мы сидим в кафе в Симферополе. Расскажи, пожалуйста, какие-то события предшествовали попаданию тебя в Симферополь. Ну, просто я все развесил, аргументировал и взял для себя, что мне стоит уже находиться в этой части. Это все. Мы оказались заложниками ситуации. Потому что мы оказались между Крымом и между Украиной. То есть уже такое деление пошло. И командир, как мужчина, поступает правильно. Свои, как сказать, свои амбиции, я думаю, стоит убрать в сторону. Потому что мы, как рядовой состав, именно от этого только нам хуже становится. Вот и все. В целом ситуация обстоит так, что нам не доводит все в полном объеме, что есть в чем. Информация там, что происходит там в части. То есть мы несем службу. Нам сказали, там, наряд, там, ботуль, все. Мы и так и делаем. Посмотрев новости, мы русские, украинские, я понял, что, если все за и против, я понял, что делать здесь нечем в части. Ну, писал рапорт, подал рапорт и ушел в счастье просто. Вот и все. Когда мы с тобой пили кофе без камеры, ты рассказал очень интересную особенность, которая военному человеку не бросается сразу в глаза про компонировку, про то, как окапывались вежливые люди, которые стали по периметру. Расскажи, пожалуйста. Ну, за территорией части у нас на данный момент находятся сейчас солдаты Российской Федерации. Не знаю, какое подразделение, но я знаю, что они настроены в нашу сторону дружелюбно, они нас обороняют. Вот пару дней назад, там, три или четыре дня назад, товарищи солдаты, срочно я так понял, они окапывались вокруг территории части и окапывались на оборону нашей части, в сторону обороны нашей части. То есть фактически спиной к вам? Да, спиной к нам. Потому что мы снимали эти объекты, этот процесс, но мы люди не военные, нам это непонятно. То есть, что это означает? То есть они будут защищать вас от кем-то? От кого-то, да. Но я так понял, что нас они обороняют от агитаторов и провокаторов, которые будут в какой-то степени, возможно, нападать на нашу часть, и они это должны предотвратить. Без наших сил. Я разговаривал там с военными, которые стоят по периметру вашей части, они мне сказали, что требования командирова вашей части следующее, это сложить оружие на склад и приступить к совместной охране этого оружия. То есть основная задача препятствовать распространению оружия, чтобы оно не попало в чьи-то руки каких-то экстремистов и так далее. Как я понял, что наше начальство, наш командир батальона, он не хочет складывать оружие, сдавать на склад его сам. Но это правильно, я считаю, это тоже правильно. Потому что если мы задним его на склад, мы не знаем, что будет с нами через время какое-то определенное, через 5-10 минут после того, как мы задним оружие. Потому что могут гражданские люди с нехорошими намерениями и просто напасть на нашу часть, и это пилюлей. Понятно. Какие могут быть варианты в этой ситуации? Я понимаю, что как мурпеху, спецназу, наступает на больное место, досыпицию на рану, когда требуется ложить оружие. Как можно сделать это мягко? Ну, я понимаю, что да, есть вариант, как ты поступил. То есть написать рапорт и дальше уже выстраиваться, и пойти на службу... Стать гражданской человеком. Ну, или гражданской. Или пойти на службу, например, Минобороны Российской Федерации, или в автономной республике Крым. Ты планируешь дальше служить? Поживем и видим, конечно, дай бог, если все хорошо сложится, то я останусь здесь, как я сам крымчанин, поэтому я решил сдать оружие, отнести его в оружейную комнату, забрать свои вещи и уйти просто из части, написав рапор. После этого. Потому что я не собираюсь не воевать, не садим, не садим, не садим. И я не хочу кровопролития. Кровь у всех одинаковая. Что мы мусульман, что у русских, да, православных. В данной ситуации, когда возникаешь вопрос... ...со стороны гражданских, реально. То есть, как это выглядит? Казаки, которые находятся за территорией нашей части, да, они вроде как нас охраняют, тоже вместе с солдатами Российской Федерации. Вот недавно времени пару человек там побили. Потому что они пытались включить нам питание. На безслабжениях. Это было на территорию части? Это вроде был за территорией части. Я об умерении не знаю. Но я знаю, что вступил сигнал, и многие ребята побежали возвращать ситуацию. Взять свои руки уже. Как оказалось, потом подъехала женщина, не зная, там, за колонной, как с граммофоном. Начала рассказывать, что наш комбат негодяй. И потом, окей, я так не считаю. Он мужчина. Он оставит честь бы, к примеру. Ну, я просто не выдерживаю этого. Вот нервы-то железные, но сердце не каменное. Поэтому... А, скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, да, я не знаю, где границы служебной информации, где нет. Ну, ты можешь просто не отвечать на вопросы, брат. То есть, по моей информации, в этой воинской части находится около 350 человек. И на вчерашний день 24 человека уже написали заявление об увольнении. Да. Что там сегодня произошло, я не знаю. То есть, все это событие началось вот вчера именно. Я общался с командиром российской воинской части. Он говорит, что пока решение не принято, но, скорее всего, либо это будет отдельный батальон российской морской пехоты в будущем, либо эти войска будут подчиняться руководству непосредственно Крыма, либо они будут свои воинские формирования. Если вдруг ты примешь решение после увольнения служить, то где бы ты предпочел это делать? В российских войсках или в Крыму? Ну, в Крыму, конечно. Я же сам отчинный, местный, с этих краев. С Симферополя, Рыжи, Симферополь, Ероз. Поэтому... Какие пропорции? Были некие домыслы о том, что там исключительно служат западенцы? Нет, это чушь. То есть, некий баланс, что люди с западной Украины там есть? Нет, они, конечно, есть. Есть как и с запада Украины, как и с севера, так и с востока, так и с сами крымчане, которые там служат. Хватает достаточно людей, которые там находятся. И все дружелюблены на сторонах друг друга. Все это считают товарищем. Мы товарищи все. Не имею значения вероисповедания и его этническое. Почему он относится ко мне, да? Как вы верите на видание. Боевое братство Форелла. Да. Мы все братья. Для меня тоже, честно сказать, я с большим вниманием и слежу за тем, что происходит. И для меня нет разницы между теми, кто там солдатами под российским флагом или под украинским, или от Крым. Мне кажется, что мы стали все заложниками тех событий, которые произошли в 90-е годы. И я вот очень надеюсь, что не будет никаких предпосылок, даже кровоупролития. Все решится. Я надеюсь, что сейчас референдум, который пройдет, он расставит точки над «и». Как твой командир сказал, каждый имеет право выбрать тот флаг, под каким он будет служить. и это ни в коей мере не будет изменой Родины. Я ничего не буду здесь. И все. Что-то было думать обо мне. Я знаю, что я сделал гереческий поступок на самом деле, потому что после меня люди пошли увольняться. Вот и все. Они поняли, что бояться нечего. После этого, так как есть слова командира батальона, что они будут никого осуждать тем, что он не решил служить России, либо Крыму. либо останется на Украине, не имеет значения. Все мы единый народ, все мы православные, не имеет значения. Все уходят в Божий храм. Поэтому... Нет, нет никаких сомнений в том, что это решение правильное. И я вообще считаю, что на войне нет места для подвига. У меня просто здравый смысл преобладает. Понимаешь? Нет приказа. Слушай, скажи, пожалуйста, такую вещь. А какую информационную кампанию ведут внутри части и как это делают? Получается, как? Все это выглядит. Долго нам ничего не доводит. То есть говорят вначале, что мы выполняем приказ Киева, и мы стоим там, мы украинцы, мы украинский народ, мы украинская армия. Потом говорят, что нас все бросили, мы отставим через батальон, как оно вот сейчас, на данный момент, и находится, да, получается. Я сделал выбор просто, что не стоит там находиться, вот и все. Не то, что там я трус, и все остальное, нет. Я решил просто, что я знаю, что проект пройдя, когда проеду референдум, на нашей части, кто-то находится, кто-то туда, там, на пассерапорте, было нет. Мы просто едем в Украину. Мне там делать нечего. Поэтому я и сделал такой выбор. Слушай, а как можно способствовать тому, чтобы все сделали свой выбор? Да, то есть кто-то сказал, что я хочу остаться, если вы там, в Украине, кто-то скажет, я хочу уволиться. Потому что Дмитриев интервью, ты видел интервью, нам сказал, он обращается в личный состав, говорит, что ребята, вы должны каждый сделать свой выбор. А я сделал свой выбор. Нет, он действительно говорит, что каждому солдату, что ребята, вы имеете право сделать свое выбор. конечно. У нас никто не вправе держать. Мы контрактники. Мы вольно нанялись, мы вольно и ушли, грубо говоря. Поэтому вот в чем. Мы не срочники. У меня есть свое право на свободу слова, на свободу действий. Блин, мне вот что-нибудь. Противоправных. Уголовных. Я просто здесь, если все за и против, и я еще хочу увидеть свою семью. Я в первую очередь, о родителях подумал. Вот и все. Мне кажется, вороградурное решение. Ну, представь, немало звонит и говорит, что у вас там правда, у вас там сейчас стрелянина, и все остальное. Там стрельба у вас на территории части. Там все остальное. Какое? Я вот наряде сижу, все нормально. Несу службу, как положено. Да, все усиленно. Но все, слава богу, уже здоров. Просто все на нервах, потому что это длится уже. Это цирк реально, просто, долгое время. Мы оказались заложниками именно ситуации. Потому что, одна сторона, и вторая отделят сейчас именно у нас. И не могут определиться, отдать или нет. И это имею в виду Киев, кто-то сейчас решает. Не могут определить, про наступательность и нет. Ну, там все, тебе по секрету скажу, некому решать сейчас. Ну, эти люди нелегитимны, ну, они нелегально стали именно сейчас начальниками нашей страны. Вот в чем момент. Сейчас есть еще действующий президент, да, там, Виктор Янукович. Дополненный главный, он очень плохой, не имеет значения. Ну, фактически, вы просягали, народу Украины, где легальный президент, Янукович. А Украина, она единая. Вот, Крым входит в состав Украины. Поэтому, украинец я сделал свой выбор, У меня гражданство украинское, оно само русское поселение. Вот и все. Валяне цель, просто цель. И мне, почему я решился на тот шаг, я это сделал, да, потому что я понял, что никто этого не сделает. Я, уже посередине, с собой пожертвовать, пожертвовать. Потому что сейчас, по-любому меня там оклеветали уже, и хорошие весла меня вызывают. Я думаю, что пройдет какое-то время, и не ты не будешь переживать об этих вещах, и все остальные тоже поймут. Более того, я даже уверен, что многие люди на Байдане, которые находятся, среди которых мои есть друзья, тоже пройдет некое время, они поймут, что не все, что они делали, было сделано правильно. поэтому... Давайте ждать... Да, давай просто ждать и смотреть. Я тут на эту ситуацию через время, и уже... так немножко... Без фанатизма и без этого порыва, что что-либо кому доказывают. Вот и все. Я сейчас не собираюсь ничего доказывать. Я не кричу. Скажи, пожалуйста, меня реально люди поймут. Все, кто меня знают, они поймут, что я местный, и поэтому мне не дезонно вожать в Украину. Скажи, сейчас готовится референдум, на котором будет два вопроса поставлены. Вы, соответственно, хотите остаться в Украине или присоединиться к субъекту Федерации Российской Федерации? Ты уже сделал выбор, можешь не отвечать, или нет? Филипп, ты говоришь, что он остался в составе Украины. Ну и так, мы присоединили к Украине, да, Крым? И вот, ты шли открылешь откусок, не переставишь куда-либо. К России, там, не имея значения куда-куда, к любому другому государству. Она находится в данной территории Украины. А то, что, если мне лично мнение, что бы она была тупо автономной, сама по себе. Ну, находясь в составе Украины. В составе Украины, понятно дело. У нас было бы Российской Федерации, да. Я всегда мечтал, чтобы, знаешь, страны, которые раньше были едины, чтобы они против и соединились после развала Советского Союза. Ну, это лично так. Я родился в Советском Союзе. В 80-м часе много лет. У меня еще воздействительство рождения СССР, понимаешь? Вот, я этим горжусь. У меня не украинский паспорт был, когда я родился. Знаешь, как было вообще классно? Если бы, мы стали автономией, сами по себе были. Ну, смотрим Российской Федерации. Знаешь, как округ, у вас там жилин, там округ один, второй, третий. Что-то, ну, тоже так же будет. Было бы вообще неплохо. Было бы очень хорошо. Офшор. Офшор Крым. Офшор Крым. Я думаю, сейчас некий у вас такой стресс, состояние артекта. Я зарегонтовал еще сейчас. Он находится на территории части, и его не выпускают просто. Не выпускают, то есть он перестал выпускать людей? Да. Ну, не он, не сам командир батальона. Может быть. А кто его не выпускает? Я не знаю. Но, говорит, нас не выпускают. Просто все. Очень больно. Я говорю, ты не можешь выйти? Он говорит, нет. Не. Вовремя, короче, сделал он. Поставить оружие, там, в основницу и сделать, просто уйти подальше от греха. Все. что-то не продлилась, кроме. Ну, я думаю, что вот это не дойдет. Так, насколько именно люди заправлены, понимаешь, они боятся, что они думают, что россияне хотят на нас напасть, а тех, кто нас обороняет, обороняют нас. Они думают, что они хотят на нас напасть, на нашу часть. В Бокисарае стоит часть саперная. По периметру человек 20-40, может быть, вежливых людей. Ну, это явно не штурмовая группа. Ну, сто процентов, там, в счастье, я думаю, что несколько сражений. В кавычках или действительно вежливые. Слушай, это появился такой этот интернет-мем, когда вот эти люди без обознавательных знаков. Ну, и у нас же российская цензура ужасная. Путин там на конференции два дня назад сказал, что российских военных к Крыму нет. Но их не может там не быть, во-первых, потому что там базируется и по договору квота до 25 тысяч, до 25 тысяч. И, по моим сведениям, сейчас нет здесь российских войск больше 25 тысяч человек. Поэтому мы используем вежливые люди термин, который могла взять федеральный канал и не резать. Ну, эти вежливые люди у меня знают, что наш батальон обороняет, охраняет. вежливые люди и не резать.